Здравствуйте! Это программа Акцент дня. Меня зовут Алексей Ильин. Как всегда, в это время мы обсуждаем самые актуальные новости последних суток. И сегодня говорим о последствиях собственной политики США, которая ведет Америку к краху, и о стремительном подъеме экономики и военно-политического влияния Китая в мире. Аналитики Белого дома озадачены. Украина и Израиль вытягивают ресурсы США и ухудшают положение Америки в конкуренции с Китаем. Обсудим. На связи со студией политолог Юрий Баранчик. Юрий Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Ну вот, любая война требует ресурсов. Скоро уже будет два года, как США официально финансируют и поддерживают Украину. Сколько неофициально, говорить не будем. Сейчас Америка активно помогает Израилю. Любое участие в военном конфликте – это рост военно-промышленного комплекса, и понятно, что Америка на этом зарабатывает. Почему тогда ресурсы США заканчиваются, и как все это влияет на ухудшение положения Соединенных Штатов Америки в мире? Вопрос понятен. Значит, я бы хотел нюанс небольшой дополнить. Что Америка, по сути дела, с 2014 года поддерживает Украину. То есть она поддерживала на командном уровне, на уровне спецслужб, а потом, естественно, начала поддерживать и на уровне поставок военной техники. Но дело в том, что американский комплекс после окончания холодной войны разленился, и он уже не производит тех объемов боеприпасов и техники, которые производил в годы холодной войны. Они считали, что у них основная концепция была, что придется бороться с небольшими террористическими группами, и под это была заточена не только военная стратегия, но и, собственно говоря, обороты военно-промышленного комплекса. Они не предполагали в 90-е годы, что поднимется Россия, что поднимется Китай. Но потом, когда это начало происходить, они на это достаточно поздно среагировали, буквально в конце 10-х годов. Они поняли, что они не смогут так быстро начать обновлять ВВПК, тем более, что и кадры упущены. В США, по-моему, остался один бронетанковый завод, который может выпускать танки. Поэтому у них достаточно такая плачевная ситуация. Главное, что они не могут восполнить снаряды в тех объемах, которых они выкупают на Украине. И вот здесь происходит ситуация с Израилем. У нас многие эксперты считают, что это США разожгли вот этот конфликт с тем, чтобы построить на месте мечети Алякса новый храм Соломона. На мой взгляд, несомненно, есть определенная часть элит в Израиле и в США, которые бы хотели это сделать, но они не доминирующие. Они, возможно, хотели сделать провокацию, и она им удалась с тем, чтобы не отреагировать оперативно и быстро на атаку Хамаса. Показать тем самым, ну, так сказать, устроить новый небольшой холокост с тем, чтобы потом на почве вины арабов этот план осуществить. Но на самом деле, вот то, что сейчас США делают в Израиле, напомню, что военные силы армии из Израиля уже 10 дней не начинают наступления на сектор газа. Это говорит о том, что именно Америка их сдерживает. И вот здесь можно разобраться, почему это происходит. Дело в том, что Америка уже как бы сейчас не тянет украинский конфликт и вынуждена подключать страны Европы к этому. То есть она пытается на них возложить все больше финансовую и военно-техническую обязанность. Но Европа с этим тоже не очень-то согласна, потому что и у них бюджет очень слабый на эту тему. А вот уже война в Израиле, она совсем разрывает военно-промышленный комплекс стран НАТО. Потому что если добавится вторая война, то, собственно говоря, вот даже сейчас они начинают оттягивать снаряды с Украины, даже уже поставленные, в сторону Израиля пошли поставки. То есть вот они не могут поддержать два конфликта одновременно. А у них еще грозит третий на Тайване. Вот, кстати, я хотел уточнить по поводу третьего. Многие эксперты вангуют, что сейчас из-за того, что Америка активно конкурирует с Китаем на всех площадках военной, политической и ради этого даже готовы вот условно поджечь Тайвань. Удастся ли это? Справится ли Америка, участвуя в трех конфликтах, учитывая, что госдолг США достиг рекордных показателей? Не надорвутся ли они? Да, вы знаете, вот здесь вот эта логика достаточно, на мой взгляд, верная, которую вы изложили. Вот я еще продолжу немножко тему с Израилем, прежде чем перейти к Тайваню. Дело в том, что вот то, что мы сейчас наблюдаем, да, вот по сути дела, то, что Израиль начинает наземное вторжение в сектор газа, подтверждает то, что американцы заинтересованы в максимальном гашении этого конфликта, не допущении выхода на уровень Третьей мировой войны. Потому что если вот произойдет конфликт Израиля с Ираном, то за Иран пишутся и другие, так сказать, арабские и мусульманские страны, тоже Гиппед, Саудовская Аравия. Недавно Пакистан, так сказать, сделал априарь от заявления на эту тему. Пакистан обладает ядерным оружием. Вот, то есть, и вот многие говорят, подтверждая тезис о том, что якобы США заинтересованы в конфликте, в конфликте, что они даже подогнали там два авианосца. Но дело-то в том, что вот здесь надо, очень тонкий момент, подогнали они авианосца именно для того, чтобы Иран не вступил, да, в конфликт. То есть, они показывают, ребята, не надо лезть сюда, мы сами все порешаем с Израилем. Если полезете, да, вот наши тогда авианосцы будут участвовать. Но при этом они одновременно давят и на Израиль, что, мол, ребята, вы заканчиваете там вот со своей наземной операцией, ни в коем сети в мире ее не начинаете проводить, потому что впишутся все. Тогда наши авианосцевые группы, возможно, и не помогут, либо мы их отведем, да. То есть, это такой ход на повышение ставок, но это блеф. Вот типично американская стратегия ведения переговоров. И при этом вот сейчас в Израиле сегодня ночью прошли достаточно массовые манифестации, по-моему, в Теряюе, цель которых отставка Нетаньяху с поста премьера-министра. И при этом там существует достаточно сильный конфликт между Министерством обороны, генштабом и Нетаньяху. Вот, то есть, вот эта вот противоречия, о которой мне описал, что есть некий заговор, да, среди военных, который направлен на то, чтобы Нетаньяху сместить. Возможно, эта атака и преследовала исключительно цель отставки Нетаньяху. Тем более, что вот появилась информация, что он уже начинает перевозить свою семью, свои активы в США. То есть, он готовится к этой ставке. Но я вот думаю, что Третья мировая война США не допустит, и не допустит перерастания конфликта в такую очень яркую, большую фазу, да, так сказать, в стадию горячего конфликта постараются максимально притушить. И вот здесь вот возникает тема, что вот кто на самом деле инициировал этот конфликт, да. Вот на мой взгляд, это не США, не там глубинное мировое государство. Есть еще достаточно сильные игроки, которые вот пытаются таким образом растащить ресурсы США и ресурсы военно-промышленного комплекса НАТО. По всему, как бы, миру не дать им сконцентрироваться. А что это за игроки, на ваш взгляд? Вы знаете, вот на мой взгляд, за вот этим конфликтом, возможно, возможно, подчеркиваю, это мое частное мнение, может стоять Китай. На чем это основано? Дело в том, что Хамас уже года 4, как 5, многие эксперты связывают этого с Ираном. Да, на самом деле Иран работает с Хизбалуей. Года 4, 5 назад Хамас перешел в ведение Катара. И вот, на мой взгляд, за Катаром, который, так сказать, организовал эту операцию в какой-то мере, стоит Китай. Вот Китай, таким образом, не давая дело еще до Тайваня, наносит здесь США такой упреждающий удар с тем, чтобы они растянули и распылили свои силы, так сказать, и тылы. А вот уже Тайвань, это будет третья стадия. И вот на Тайвань-то у США точно не хватит сил. И американцы прекрасно это понимают, что Ближний Восток, конечно, мифологизирован, это тема строительства храма Соломона, разрушения мечети Алякса. Но реально это конфликт, он предстоит в битве за Тайвань, потому что Юго-Восточная Азия и весь Тихоокеанский регион, это все эксперты об этом говорят многие, что именно это будет точка роста в 21 веке мировой экономики, политики, ключевой регион. И вот США как бы и понимают, что битва у них основная будет там, потому что если они потеряют Тихоокеанский регион, это их основная еще скормовая база, то, собственно говоря, об их гегемонии говорить не приходится больше. Юрий Владимирович, вот также многие эксперты говорят, что уже США серьезно отстают от Китая в части военного потенциала. Вы с этим согласны? И в чем Америка сегодня проигрывает Китаю? Ну, вы знаете, вот я не специалист, конечно, по военной тематике, я не знаю там досконально в части соотношения танков там и так далее. Но, на мой взгляд, сейчас, скажем так, флот военный Китая, он превосходит по количеству кораблей американских уже. Но дело в том, что все-таки американские соединения считаются более боевоготовыми, чем китайские. То есть, по крайней мере, вот в части авианосцев, там авианосных групп. Вот то, что касается вот остальной номенклатуры вооружения, я как бы не буду здесь говорить, поэтому мне сложно, честно говоря, сопоставить их потенциалы. Но суть в том, что они же будут воевать не столько на суше, сколько на море. Если, допустим, вот будет некая сукопотная операция на Тайване, естественно, у Китая в доминировании будет, так сказать, наземной технике. А у США есть определенное доминирование в части морских вооружений. Вот какая здесь стратегия победит, так сказать, наземная, либо вот надводная, да, это, ну, надо больше, я думаю, к экспертам-специалистам на эту тему обращаться. Юрий Владимирович, вот в 24-м году на Тайване пройдут президентские выборы, а нынешний глава республики проамериканские. Вот каковы шансы, что Америка вмешается в выборы и поставит второго проамериканского президента? Или, как обычно, вот попытается разжечь конфликт, чтобы отложить выборы? Вы знаете, пока вот нет точных социологических данных о соотношении сил, да, кандидатов. Я думаю, это будет известно уже буквально в последний месяц перед выборами, потому что китайцы работают очень аккуратно, они не нацелены на такой, знаете, массовый пиар-подход, который, собственно, на американцев, как бы задавить вот масс-медиа, да. Они работают очень тонко, с элитами, с тем, чтобы как раз-таки не провоцировать конфликт или некое такое большое обострение, которое может закончиться поражением. То есть, если это будет поражение, то чтобы оно прошло максимально незаметно. Но я думаю, что в конфликте заинтересованы как раз-таки американцы больше, потому что чем дальше идет время, тем больше Китай становится сильным и в плане экономики, и в плане вооружения, да. И вот у них сейчас, насколько я знаю, Россия помогает им строить станции дальнего радиолокационного обнаружения, чего у них не было у Китая. Вот это станции предупреждения ракетного нападения. Вот если они обзаведутся этим, и это, я думаю, где-то произойдет в 2028 году, то Китай, собственно говоря, будет готов к глобальному противостоянию. И американцы прекрасно понимают, что с каждым годом они выпускают возможность нанести Китаю превентивное поражение. Поэтому я думаю, что если победит прокитайский кандидат, то, естественно, за заварушкой на Тайване будут стоять американцы. А вот если победит прокамериканский кандидат, то здесь у Китая есть две стратегии. Одна, скажем так, еще смириться с данной ситуацией и перенести решение вопроса еще на 4 года. Либо уже сейчас начинать проявлять свою активность. Вот какую стратегию выберет Пекин здесь, я думаю, что во многом зависит от того, как будет идти конфликт на Украине и на Ближнем Востоке. Ну вот также есть информация, что Китай готовится инвестировать сотни миллиардов долларов в арабские страны. Вот насколько это серьезный вызов для Америки, с учетом того, что США уже давно ведут закулисные переговоры со странами Ближнего Востока и не готовы отдать регион ни китайцам, ни русским. Этот шаг очень важен со стороны Китая, но мы тоже должны понимать, за счет чего планируется это инвестирование. Я думаю, что оно планируется в обмен на то, чтобы юань стал основной валютой, за которой покупается ближневосточная нефть. Собственно говоря, уже ряд стран начал переходить на юань, но тем не менее роль доллара сохраняется. Вот если произойдет это переключение, в частности того, что, допустим, та же Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, вот там, условно говоря, перейдут на юань в соотношении 90 к 10 к доллару, да, тогда можно говорить о том, что вообще Китай победил США на этом поле очень серьезно, потому что расчеты за нефть в той или иной валюте, они существенно влияют на мировой финансовый баланс. И здесь Китай действительно может, так сказать, добыть еще один очень важный выигрыш. Юрий Владимирович, вот скажите, в ближайшие 10 лет, если удастся быстро потушить израильско-палестинский конфликт и не втягивать остальные арабские страны, вот как могут распределиться интересы Китая, России и США на Ближнем Востоке? У кого больше шансов доминировать там? Вы знаете, я думаю, что больше шансов доминировать на Ближнем Востоке у связки России и Китая, потому что, собственно говоря, уже сейчас основной, так сказать, доминион, американцев это Израиль, с остальными странами отношения достаточно сложные. Если же сейчас удастся создать палестинское государство, вот это арабское единство, оно станет еще более мощным, оно увидит то, что оно достигло определенных целей, победив Израиль своего давнего врага, и оно начнет наращивать обороты, и тогда вообще встанет вопрос о будущем государстве Израиля, о том, что, возможно, оно не состоялось на тех территориях, вот в которых оно начало создаваться после Второй мировой войны, и им надо будет куда-то переезжать. И в связи с этим хочу напомнить, что есть достаточно большой риск того, что Новый Израиль попробует сделать на землях Восточной Украины. Днепропетровск, вот эти вот земли, это проект Новая Хазария, который вел, так сказать, Коломойский. И я могу сказать, что когда вот сейчас эксперты говорят о том, что это новый проект, на самом деле, если вот кто-то в Яндексе или в Гугле погуглит вот эту тему, то по ней были очень большие дискуссии в 2014-2017 годах. Эта тема очень активно дискутировалась в ряде патриотических, так сказать, экспертных клубов, и там достаточно много публикаций с границами, с целями создания этого региона. Я напомню, что за счет чего Сталину удалось осуществить перевооружение советской промышленности перед Второй мировой войной, за счет помощи американцев. А почему они нам оказывали помощь? А был проект создания Израиля на территории Крыма. Вот где должен был быть первоначальный Израиль. И Сталин на это дал добро. Но после того, как американцы нам стали выражать адерные бомбы, он этот проект свернул. Вот откуда как бы предыстория, почему здесь Украина вписана. Потому что этот проект 70-летний, недавно, если не 80-летний. Юрий Владимирович, мы благодарим вас за это интервью. Всего вам доброго и хорошего дня. Это программа «Акцент дня». Меня зовут Алексей Ильин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать их здесь, в этой студии. Всего доброго и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова